Господа, я планирую по переводу смыслов Курана шаг за шагом двигаться на Умма нашей страничке и, возможно, по хадисам по книге. Но на триллионер.лайв планирую двигаться по этой книге «Деньги под контроль». Надеюсь, что там звук есть, все хорошо и мы с вами начинаем. Просто будут некие уроки. Это не ответы на ваши вопросы. Это чтение книги и некоторые выводы. О чем книга, если вы спросите, прочитаю вам чуть-чуть из аннотации. У вас проблемы с деньгами? Они не приходят к вам? Или они уходят так же быстро, как и приходят? Вас в очередной раз обманул мошенник или кинул на деньги партнер? Вы ссоритесь с мужем из-за нехватки денег? Вы снова дали в долг, а теперь жалеете об этом, не можете спокойно спать? Эта книга может стать для вас мудрым и строгим наставником. Но здесь, опять же, строгость важна. Никакого волшебства. Строгое самодисциплину учтите. Если сегодня у вас уже есть тысячи долларов, неприкасаемых сборяжений. Это крайне важно. Не то, чтобы вы заработали за месяц, а потом за неделю потратили тысячу долларов или сто тысяч долларов. Это абсолютно не важно. Вы это потратили. Это пыль. У вас этого на подсознательном уровне нет, поэтому вы побыстрее от этого избавились. Так вот, если у вас сегодня есть тысяча неприкасаемых, то в течение десяти лет можно превратить их в сбалансированный актив на один миллион долларов, приносящий вам ежемесячно три тысячи триста долларов. И дорожной картой очень конкретной и проверенной жизни явится для вас на этом пути данная книга. Это была реклама. Не реклама, а жизнь. Сколько здесь? Четыреста шестьдесят с лишних страниц. Очень важного текста. Хорошо, дальше что там написано, потом прочитайте в аннотации, у кого есть книга. Сейчас я почитаю с вами от автора буквально полторы страницы, но сделал акцент на некоторые полезные вещи. Безусловно, в итоге целью моей задачи является то, чтобы эта книга появилась в доме каждого человека, который хочет не изменить свои отношения к деньгам. Нет. Что касается изменить свои отношения к деньгам, то это вот эти две книги. Изменить свои отношения к деньгам придется прочитать эти сколько там? Четыреста семьдесят, почти пятьсот, почти четыре, четыреста восемьдесят страниц даже больше. Четыреста восемьдесят страниц финансового трения, чтобы изменить отношения к деньгам, в том числе с точки зрения и ваших духовных ценностей. И вот это. Подсознательная бедность и богатство, чтобы поменять ваши отношения, в том числе к деньгам, но здесь на очень серьезном, глубоком подсознательном уровне поменять финансовую историю с подсознательной бедностью на подсознательное богатство. И здесь в этой книге за нею, за ее чтением следует большое количество работы, повадки, привычки. Эта же книга, когда у вас здесь написано было, у вас есть уже неприкасаемые тысячи долларов, хорошо, ну теперь давайте вперед, шаг за шагом. Вот здесь уже она, наставник, эта книга. Но неприкасаемые, учтите, зарабатывают и все зарабатывают. Столько я видел тех людей, которые за последние, там, уже, наверное, около тридцати лет, особенно последние двадцать с лишним, и особенно последние десять, столько людей, которые заработали миллионы, они все вспоминают, как они зарабатывали миллионы долларов, зарабатывали сотни тысяч долларов, зарабатывали десятки тысяч долларов в месяц, и что? От этого ничего не осталось. Это ничего не стоит, эта информация. И тот период, прошедший, он не говорит о величии человека, он говорит о том, что много зарабатывал, он говорит о халатности, беззалаберности и так далее. Поэтому лучше такие истории даже никому не рассказывать, что у тебя когда-то что-то было. Если у тебя сейчас этого нет, то у тебя этого не было. Просто случайно к тебе зашло и от тебя быстро ушло. Здесь есть исключительная часть от автора. Полтора страницы прочитаю, частично прокомментирую. Один фонд 2018 предрекает перемены в мире. И вот цитата. Исследование, стремящееся предугадать основные тренды следующего года, то есть 19, а считайте последующих лет. 19, 20, 21. Основные тренды. Так вот, исследование проводилось в десяти странах среди людей от 18 лет и старше. В сих вопросах приняло участие более девяти тысяч человек. Во всем мире, внимательно, люди обеспокоены происходящими изменениями. Само слово слышите? Обеспокоены. Мне как имаму мечети за последние 22 года, человеку, которому адресуют в основном религиозные вопросы, могу вам сказать, да, у людей крыша едет и в разной степени, да. Это там у кому-то, кто-то трактует как джинны, кто-то трактует как какое-то там такое заболевание, сякое заболевание, неважно. Но начинается все. С чего? С обеспокоенности. Обеспокоенность, она разрушительна. И если страх нас мобилизует, воодушевляет, вдохновляет, и нам еще интересно становится жить, это да, это мотивирующий страх, это очень хорошо. Но если мы не можем спокойно есть, спокойно спать, мы разрушаем отношения в семье, на работе, а беспокойность начинает все больше проедать нас, то это очень плохо. А если у вас слава психика, ее надолго не хватит. Во всем мире люди обеспокоены происходящими изменениями. Доверие к государственным институтам снижается. Ну почему снижается? Попробуйте ответить. Я вот в iTunes купил фильм «Власть». Дик чайнее. Будет возможность посмотреть. Я его еще не досмотрел. За весь Рамадан я еще ни одного фильма не посмотрел. Вот здесь у меня просто уставший был очень. Думаю, ладно, чуть перезагружу мозг. Буквально чуть-чуть. Фрагмент фильма посмотрел с самого начала. Была возможность просто проанализировать. А у меня аналитический склад ума. Весь фильм – нет, это перебор. Чуть-чуть по кусочкам. Обычно я в перелетах смотрю фильмы. В iTunes покупаю. Тем более, если есть английский язык. Но «Власти» я даже не смотрел, есть английский язык или нет. Наверное, есть на английском. То есть там просто фильм на реальных событиях о том, какова американская власть. В период Буша-младшего и Дика Чейни. И причем она таковой является, причем там даже в том числе предыдущих чуть-чуть захватывают президентов. Во все времена власть очень корыстная вещь. Я об этом много говорю в проповедях. То весь этот поход на Ближний Восток, Ирак, Ливия, Сирия – это все громадный, многотриллионный американский бизнес. И сейчас даже то, что война с Китаем или санкции против России – громадные. Сотни миллиардов долларов – громадный бизнес. Ничего личного. Уровень президентов. В данном случае Соединенных Штатов. Не то, что я их люблю или не люблю. Везде обычно. Люди-то везде обычные. Ну вот видите, доверие государственным институтам снижается. Вот этот фильм «Власть», который недавно вышел, про дикачение на реальных событиях. А таких ситуаций очень много. Недавно, по-моему, в Австрии там какой-то скандал был. Сейчас перевыборы. То есть таких разных скандалов очень много. К сожалению, власть попасть туда нелегко. Но именно сильное желание попасть туда имеют люди далеко не самые лучшие. В итоге доверие по статистике в мире снижается. А политика множества регионов становится хаотичной, говорится в документе. То так, то сяк Францию посмотрите с этими желтыми, не билетами, а этими накидками, жилетками. То так, то сяк. А у тебя прокрутите на 10 лет. За 10 лет что происходило во Франции? То здесь что-то сжигает, то тут что-то взрывает, то тут кого-то убивает. Господи. То такие законы, то всякие законы. А в итоге, если чуть-чуть поглубже копнуть, на этом очень хорошо кто-то зарабатывает во Франции. Ладно, сами разберутся. Общество тяготится неравенством социальным, расовым, гендерным. Так, согласно данной международной организации Oxfam, изучающий проблемы бедности. Ну, это известная цифра, просто она постоянно подтверждается. Один процент людей сегодня владеет богатством, превышающим совокупное благосостояние остальных граждан мира. А теперь прислушайтесь. Вы услышали, да? Один процент владеет совокупностью. Больше количества богатств, чем все остальные. Вы о чем сейчас подумали? Ну, давайте. О чем? О чем подумали? Пишите в комментариях, больше будет охват. Роботы увидят, дальше протолкнут это видео. О чем подумали? Ну, о чем подумали? Ну! О том, что богатые плохие? Все наворовали, украли, забрали? Если вы так подумали, то вы подсознательно что? Угу, бедные. Но если вы подсознательно богаты, вы подумали совсем о другом. О чем? Но сначала придется поменять на подсознательном уровне отношения к деньгам. Так вы подумали о чем? Если вы подсознательно богаты, как войти в этот один процент? И не для того, чтобы обливать себя роскошью, дорогими яхтами и так далее. Я никогда верующий человек таким животно-потребительским путем не пойдет. Яхта длиннее, машина круче. Там еще что-то столько золота, столько бриллиантов. Там еще что-то от зубов бриллиантов. У меня даже один из сценарий показал, какой-то рэпер себе бриллиантовые зубы сделал. Там часы за такие-то сякие. Нет, человеку верующему это не надо. Но материальный достаток – это Божья милость. И можно, имея материальный достаток, имея голову на плечах, можно очень много хорошего сделать. Инвестиции земных, инвестиции личных. Это вот здесь. Прочитайте, изучите. Так вот, поэтому один процент – это хорошо. Нужно понимать, что просто остальные 99 у них не хватает. И если вы зарабатываете деньги и знаете, что это такое, то вы знаете, насколько даже сегодня прямой эфир делал здесь, в Trillionaire.life. Люди говорят – вот выгорание на работе. Я говорю – сказал несколько слов. Мне тоже сложно работать. Даже сейчас с одним сотрудником обсуждали. То есть очень много сложностей. И здесь нужно понять, что мечети – это благотворительность для меня. Это не заработок. Те нервы, силы, время, которое тратится. Их какая-то маленькая имамская зарплата – это абсолютно никакого интереса нет. Есть интерес более высокий. Более. То есть переходящий из земного вечного. Тем более, кто знает нашу мечеть. И как она за последние 20 лет преобразилась. И становится все краше, все удобнее, все комфортнее для людей. При том, что ни государство, ни город, ни спонсоры, ни фонды – никто не помогает этому. Это те люди, которые молятся в этой мечети, они сами все это постепенно делают. То есть это инвестиции наши с ним. И в земное, и в вечное. Потому что кто совершает хорошее, оно к нему уже возвращается. Возвращается еще здесь, в этой жизни. Так вот. 1% сегодня владеет богатством, мы сказали. И нужно понимать, что если вы чем-то заняты. Даже вроде как, что уж там ушами, или какие-то могут быть нервы, сложности, трудности в мечети. Если вы работаете с людьми, если вы работаете с государственным аппаратом. Если вы работаете с разными, там, такие проверяющие органы, сякие проверяющие органы, еще что-то. То есть в любом случае вы работаете с людьми. Вы находитесь при центре внимания. Хотите или нет, ваша нервная система постоянно находится под определенным ударом и давлением. И даже если вы в маленьком каком-то отделе. Или вы руководитель департамента. Или вы министр. На каждом уровне свое психологическое давление. И вот во всех этих процессах иметь в том числе создавать, формулировать правильную финансовую историю. А это вот здесь. Правильную финансовую историю. Например, для меня моя финансовая история, она реализовалась вне мечети. Внутри мечети у меня никаких интересов финансовых нет. Вне мечети, да. Это тот, другой, третий. У меня финансовый интерес есть. И слава Богу, я человек хорошего, очень достатка. Милость свершая. Далее. Увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными подметили 81% опрошенных. Увеличивающийся разрыв. 81% опрошенных с учетом принципа проекта это что? 80% плюс-минус. Они подсознательно бедные. Им очень не нравится, что другие богатеют. Всегда имейте ввиду. Поэтому следуйте жесткому, строгому правилу, которое в том числе здесь прописано и объяснено. Деньги любят что? Именно. Дальше. Наибольшее беспокойство в этом опросе проявляют бразильцы, 87%. Насчет того, что одни богатеют, другие беднее. Немцы, 85%. Канадцы, 84%. Индийцы, 83%. По мнению эксперта частного некоммерческого фонда такого-то, побороть это явление помогло бы доступное качественное образование. Чтобы у всех были равные возможности получать качественное образование. Очень правильно я говорю. Его зовут, это эксперт из некоммерческого фонда Теда. Карим его зовут Абу Эльнага. Абу Эльнага. Так вот, Карим Абу Эльнага, он правильно говорит, но в том числе он просто-напросто эксперт в фонде Теда. И он говорит, побороть это явление помогло бы доступное, качественное образование. Это очень важно. Не зря первыми, неспоцленными строками Священного Писания, заключительное Священное Писание Курана, было именно Икра. Читай. Икра бисмиром бикалит и халак. С именем Господа Твоего, который сотворил. И всегда это стремление к знаниям. Мусульмане, когда стремились к знаниям, стремились к образованию, образованности, они всегда были в авангарде. Как только переключались на богатство и роскошь, в итоге все теряли. Колесо истории. Но в современных реалиях тоже. Толком Персидский залив и отдельные государства, которые хорошо заработали, где мусульманские этносы составляют большинство. К сожалению, они это не поняли и все это переключилось опять же на роскошь и на всякого рода такое безобразие. К сожалению. Ну, надеюсь, нас с вами это касаться не будет. В том числе, начиная с тысячи долларов. Имейте в виду. Не надо кого-то критиковать. Абсолютно. Анализировать, да. Не повторять чужие ошибки, да. Но каждый доллар, каждый рубль, каждый сон или деньги имеет свою ценность. В том числе, проплаченную нашим трудом и потом. Это нужно улавливать и учитывать. Однако, пока социальное неравенство продолжает шириться, т.е. оно продолжает шириться, т.к. те, кто входит в один золотой, в кавычках, процент, критически недооценивают опасность ситуации. Опять же, продажи лакшери только растут. К сожалению, недооценивают. В результате, западный мир может столкнуться с ростом радикализма и различными роду угрозами. Т.е. противопоставление одни к другу. Одной из сильнейших фобий является страх перед возможной потерей работы. Это уже другой, один из выводов этого анализа, международного анализа через опрос 9000 человек. Одной из сильнейших страхов является страх перед возможной потерей работы. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет пожаловались, что опасаются остаться без профессии в будущем. Ведь традиционные рабочие места исчезают под технологическим натиском буквально на глазах. Здесь опять же вопрос страха. Учтите, одно, когда страх вас мобилизует, активизирует, дисциплинирует. Другое, когда начинает разрушать. Как быть? Ну как? Либо сами справляйтесь. Можете почитать тренер «Думает», привести голову в порядок. Очень важная книга. Но можете оказаться на моем многодневном семинаре. Двухдневный, трехдневный, пятидневный. И даже как наш менеджер, который занимается приемом заявок, говорит, Шамин Хазрат, он показал, как заходить на сайт, но люди почему-то не догоняют то, что нужно на нужное мероприятие. Вы выбираете нужное вам мероприятие, а ближайшее – это однодневный семинар в Нур-Султане 16 июня. У меня часть деньги под контролем, у моей супруги часть на пути к счастливому материнству. Это ближайшее. И через неделю после однодневного 16, через неделю, по-моему, там 20-го и 22-го, 21-го, 23-го, будет трехдневный в Нур-Султане. Так вот, когда вы заходите на триллионер.life, находите нужное вам мероприятие. Кстати, в Казани тоже будет однодневный, некоторые уточняли. В Казани будет однодневный в конце августа и двухдневный в сентябре. Так вот, когда вы заходите на триллионер.life, выбираете нужное вам мероприятие, нажимаете и там и внизу можете оставить заявку. В том числе изучить. Люди у меня спрашивают, а о чем, а о чем, а о чем. Ну, зайдите на триллионер.life, выберите нужное вам мероприятие. Там описано подробно о чем. И в заключение. Видимо, технологии сегодня развиваются настолько стремительно, что люди не успевают к ним адаптироваться и из-за этого склонны к пессимизму. Что такое пессимизм? О, плохая вещь. Нельзя. У нас аптека здесь. Пессимизм одна из тех вещей, которая способствует тому, чтобы мозг вырабатывал отравляющие нас вещества. У нас должен быть оптимизм. Не пессимизм, а оптимизм. Оптимизм тоже, как слово я не очень люблю. Я люблю конкретные действия. Конкретные действия, которые помогают нам. Правильное питание, спорт, своевременный сон, смех, улыбки, чтение, общение. Много всяких фишек на моих многодневных делюсь ими. Для того, чтобы мозг вырабатывал оздравливающие нас вещества, в том числе дофанин. Так что, всевышний помилует, я сохраню этот эфир, иншалла, залью в IGT и будет. Ну и я еще сегодня на умм.ru тоже планирую сделать один эфир, но он уже будет чисто богословский. Вальхамду лилля.